День рождения Екатеринбурга начался под звуки волынок и труп. На голландских артистов, которые разгуливали по центру в килтах, уральские дамы бросались с поцелуями. Казалось, что мужчины в юбках краснели от смущения. На самом деле, в краску их гоняла жара. В этой шапке экстремально жарко. Но что поделаешь? Традиции есть традиции. На Урале мы при полном параде. Это платье – наша старинная военная форма с пледом и килтом. А вы думали, только шотландцы юбки носят? А вот конский волос не настоящий. Мы бережем животных. У молодоженов праздник с одеждой тоже строго. У невест белое платье в пол, у женихов темный костюм. Ведь на их свадьбе гуляет весь город. Требования неизменны уже 30 лет. У традиции сочетаться браком в день города этот год тоже юбилейный. А вот квартиру среди пар разыграли в 16 раз. Мы выиграли квартиру, написано. Представьте, подался. Свою новенькую однушку Ксения и Владимир увидят на днях. А вот как выглядело жилье екатеринбуржцев в 18 веке показывали всем желающим. На плотинке историки поставили настоящую русскую избу. Ну а то, чем знаменитый Екатеринбург сегодня, можно было еще и понюхать на выставке цветов. Из них флористы соорудили паровозы, буровые и станции метро. Это труд, я так скажу, нескольких месяцев. Сначала разрабатывали проект, продумывали от различных конструкций до цветочного оформления, до каждого цветочка, до каждого сантиметра. В праздник в городе работало почти два десятка площадок. Выставочных, спортивных, концертных. Побывать везде было просто нереально. Но телезрители 41-го домашнего смогли. В прямом эфире нашего канала с трех часов дня и до семи вечера шел телемарафон. Лицом к лицу в юбилее уральской столицы встретились его прошлое и будущее. Вот тут, не знаю, тут либо чудо, либо фокус, либо это все-таки Вероника Новоселова. Ну, Паша, материализоваться мне не долго, но сегодня так много нужно всего успеть, что иногда мне придется побыть рядом с тобой в виде голограммы. Главным музыкальным подарком горожанам на юбилей стал праздничный галоконцерт. На плотинке вечером не то что присесть, встать было негде. С днем рождения Екатеринбург поздравляли не только лучшие коллективы Урала, но и поп-король Филипп Киркоров. В историческом сквере он собрал стадион несколько сотен тысяч зрителей. Погода тоже стала сюрпризом. Обещанная синоптиками гроза пролилась только под конец юбилейного дня. Да молнии в небе успели прогреметь залпы салюта. Красочное действие длилось почти час. Правда, увы, для нескольких екатеринбуржцев огненное шоу омрачило праздник. На фестивале фейерверков команда из Белоруссии запускала в том числе и низовой фейерверк. Но один из зарядов попал в толпу, которая смотрела салют с Октябрьской площади. Мы были возле драм-театра. Был салют. Я смотрю, он летит прямо на нас. Разлетелся в разные стороны. Где-то в полметра от меня вот этот один кусок быстро пролетел. А другой в сторону улетел. Потом я смотрю, несколько милиционеров ведут мужчину. У него из головы идет кровь. Он держится за голову. Благо, госпитализация пострадавшим не понадобилась. Но засадные просчеты пироманы пообещали устранить к следующему дню города. Дарья Манухина, Новости 41 канала.